Политические беженцы, я вас уверяю, потому что поле внутреннее настолько выжжено, что порядочные, приличные люди, многие, которые могли бы принести пользу Азербайджану, развивать культуру, науку и так далее, они все вынуждены уехать из страны. То есть они буквально сами, своими же руками уничтожили свою интеллигенцию. А теперь ограбленный, униженный народ толкают в мясорубку и хотят нашими армянскими руками истреблять свою пассионарную молодежь. Это настолько мерзко, это настолько аморально. Ну, просто эпитетов лесных и вообще каких бы то ни было эпитетов, скажем так, цензурных, у меня нет. Я просто не хочу засорять, в данном случае, свой благородный эфир, но это просто омерзительно. Саргиз, а все-таки, как ты считаешь, что сподвигло Алиева начать войну именно сейчас? Либо это отчаяние, может быть, либо наоборот, действительно готовность завоевать Карабах, уничтожить армянское население. Может быть, он почувствовал, что он действительно готов. Вот как ты считаешь, почему сейчас? Они воспользовались ситуацией, когда Европа, Америка находятся в хаотичном состоянии. Они, очевидно, не могут прикладно реагировать на ситуацию. Они думали о том, что Россия также будет довольно слабо себя вести и никоим образом не вмешается, что мировое сообщество будет молчать и смотреть, как истребляется армянское население. Просто они не учли очень многих факторов. Они очень плохо проанализировали ситуацию, я считаю. Но в целом надо понимать задачу стратегическую. Эта задача, она даже выписана сейчас азербайджанцам не турками. Надо называть вещи своими именами. Это большая британская стратегия по созданию точек напряжения вдоль всего китайского шелкового пути. Обрати внимание на следующий факт. Вот загорелось за Кавказьей. Террористические группы и так далее. У них же нету задачи приобрести... Ну, они, конечно, стремились иметь какое-то превосходство на поле боя, захватить какие-то территории. Но самое главное для них другое. Поджечь регион до такой степени, чтобы лишить Иран альтернативного транспортного коридора, которым для Китая и Ирана является Армения. Я специально мониторил гонконгскую прессу, где китайская разведка периодически закидывает разные перспективные идеи. И китайцы там говорят открыто, что Армения является альтернативным для Ирана коридором на Черное море. И что Китай бы не хотел полностью закладываться на Азербайджан. И транспортный коридор через Азербайджан-Турция. То есть китайцы понимают, что эта игра на самом деле идет в глобальном плане против них. И буквально вчера ночью, если сейчас мы с вами откроем прессу, мы увидим, подожгли уже Киргизию. Киргизия тоже является частью китайского шелкового пути. Но почему Киргизию понятно? Потому что Киргизы самые пассионарные. Это мощная нация, очень активная, горячая. И через них дальше сейчас... Но это не главная цель британцев из Средней Азии. Цель там Казахстан. Перед Киргизов они будут пытаться дальше дестабилизировать уже Казахстан. А из Казахстана проходят все железные дороги на Иран с дальнейшим выходом, с одной стороны, на Закавказский регион, а с другой, с попыткой дальше достроить эти железные дороги уже по территории Ближнего Востока. То есть это вопрос, завязанный на международную торговлю. Британцы понимают, что Европа усиливается экономически, Китай усиливается экономически. Объем товарооборота между Китаем и Евросоюзом за последние 9 месяцев вырос как минимум на 70% по сравнению с прошлым годом. То есть несмотря на ковид, несмотря на локдауны, закрытие городов, целых государств, Китай наращивает экономически свой потенциал. И они просто решили для себя, британцы, пойти в Абанк, используя свою агентуру в Стамбуле, в Баку, поджечь основные транспортные артерии этого шелкового пути. Так уж оказалось, но судьба наша армянская такая, что мы живем в самом интересном, самом горячем участке этого шелкового пути. Поэтому армяне сегодня обороняют не только два своих государства, Армению и Арцах, но и по большому счету обороняют китайский шелковый путь. И в этой связи я хотел бы повторить свой тезис, который неоднократно обозначал. Если Россия не наведет порядок в Закавказье и не остановит эту кровопролитную войну, то России придется объяснить и Китаю, и Ирану, почему она смотрит на этот конфликт сквозь пальцы. Я вас убираю, это будет очень тяжелый разговор для России, потому что китайцы уже имеют довольно серьезные претензии к внешней политике России на постсоветском пространстве. Китайцы бы тоже хотели, чтобы Россия более активно защищала свои интересы и способствовала стабилизации пограничных государств. Но если Россия смотрит сквозь пальцы на эту всю историю, то тогда у китайцев возникнет очень много вопросов. А почему Россия ведет себя именно таким образом? Саркис, ну и последний вопрос. Скажи, пожалуйста, как ты оцениваешь ход боевых действий на Арцарском театре военных действий, потому что, учитывая, что армяне сегодня воюют фактически не просто против Азербайджана, а против фактически Турции и против мирового террористического интернационала. Как ты оценишь ход? Я считаю, что ребята воюют героически, но это не только героизм, это подготовка. Они действительно готовы к разному варианту развития событий. И то, что произошло буквально вчера, я имею в виду тот факт, что вооруженные силы Азербайджана попали в окружение. Я не буду сейчас называть, в каком районе они попали в окружение, потому что раз уж Минобороны Армении не уточняют, наверное, у них есть основания. Но им неизвестно, какой это именно район. Тот факт, что они попали в окружение и потеряли, по официальным данным, 200. По неофициальным, я думаю, что минимум 300, а то и больше. Это говорит о том, что военное искусство в Армении до сих пор процветает. И не только в Армении, но и в Арцарке. И что численное превосходство в данном случае, вот в этой войне не имеет абсолютно никакого значения. Я неоднократно говорил и сейчас готов это повторить. В свое время Китай пытался военным путем завоевать Камбоджу. И у него это не получилось. Поэтому, когда мы говорим о войне, здесь надо вспоминать уже слова нашего великого Александра Суворова, у которого матушка была, нашего с тобой происхождения. когда он сказал, что чем больше турок, тем больше замешательства в их рядах, и тем проще, соответственно, их разбить. Поэтому, если я...